добрый день дорогие друзья марафон централизованной клубной системы продолжает свое вещание и с вами рубрика рецепт от шефа и я наталья боева сегодня мы напросились в гости замечательного так и красивой женщине зовут ее анна владимировна гурова анна добрый день вот расскажите нам пожалуйста почему именно в таком красивом костюме вы нас сегодня встречаете у меня корни из молдовы молдавы и это вот в нашей семье очень приветствуется все любят эту кухню молдавскую хотя у меня была русская отец молдаванин а мама все это восприняла и нас воспитала с молоком и нам это передала ей тоже нравилась эта кухня и вот я все научился к маме а родились вы я родилась казахстане на целине у моего отца первая путевка номер один с молдавии на целину то есть мы уже с вами дорогие друзья не первую встречаем нашу участницу которая тоже уехали родители в казахстан и там они встретились и вот потом папа перевез и анна владимировна мы сегодня приготовить молдовское блюдо да я приготовлю сегодня плаценты это такие молдавские пироги не похожие на хачаны на немножко другой начинкой и я хочу немножко уточнить для данного времени да вот очень экономичное блюдо вот поэтому немного затраты именно материальных вот но очень вкусно у меня все всегда любят и просят именно вот на праздники я готовлю много они значит бывают и с творогом соленым и сладким и можно приготовить с тыквой с капустой с яблоками но тут смысл такой что вы знаете в молдавии есть брынза молдавская здесь вот ее нету почему я не знаю вот но когда в творог добавляешь именно вот эту брынзу это совсем чем она молдовская брынза отличается от того что видимо закваской что такое закваска это вот треведневный козленок он должен напиться молока его значит убивают а вот этот сучук его высушивают и вот маленький кусочек буквально такой кусочек в молоко кладут и вот он приобретает вот этот специфический запах понимаете ну вот как этот ракфор да имеет запах который не все воспринимают вот так вот воспринимают вот это но так как у нас этого нету мы все буду делать из творога и из картошки дорогие друзья не переключайтесь через минуту мы вас научим готовить вам очень понравится дорогие друзья я напомню что мы сегодня в гостях у анны владимировны анна владимировна сегодня в прекрасном таком молдавском костюме она нам про него уже рассказала и еще раз она напомню что же она сегодня будет готовить с какой начинкой что нам для этого нужно сегодня мы готовим молдавский плацину это такие молдавские пироги значит что нам для этого нужны нам нужна мука показываю обязательно вот этого качества потому что другую я пробовала она не подходит и расскажу потом почему нам нужно земли зеленый лук и укроп вот это обыкновенный лук я честно говоря стакан воды, соль, картошечка, тварь, значит теперь и приступим. Значит, берем чайную ложку соли, прям не бойтесь, теперь насыпаем муку, тоже не бойтесь, как обычно все наши хозяйки, на глазок из мешка, сколько здесь муки примерно, здесь 2 килограмма, ну килограмм где-то берем, килограмм. Так, чтобы наши зрители понимали, то есть мы берем килограмм муки, ну где-то килограмм муки, да, дело в том, что эта мука не пропадет, я потом все равно ее муки использовала, так, сейчас у нас размещается соль, значит я смотрела в интернете много рецептов именно этих плацент, вот, кто добавляет дрожжи, я все пробовала, нам в нашей семье, и мне нравится именно вот этот рецепт, вот. Он, наверное, все-таки с мамой, да, я вот, да, я пришла, что больше ничего экспериментировать не надо, а вот именно умеешь это делать, хорошо получается и достаточно. Я так думаю, что в разных районах Молдавии, наверное, по-разному делали, я с севера Молдавии, с севера Молдавии сама. Вот, теперь мы выливаем это все, вот, и замешиваем тесто. Какой консистенции оно должно быть? Тесто должно вымеситься обязательно, оно должно быть, ну, достаточно тугое, потому что мы потом его будем растягивать на пальцах. Ага, да. Ну, это вот у многих. Да, пока Анна Владимировна замешивает это тесто, да, мы чуть-чуть вот пообщаемся. Мы говорили, что, как бы, родом корни молдовские есть, и вот сразу представляется, знаете, она не такая большой дружная семья, у вас вот собирается, мы уже видели у вас территории, там стоит большой огромный стол, и вот, скажите, традиции какие-то семейные есть у вас, вот именно какой-то определенный, там, праздник есть, да, вы собираетесь всеми, всей своей большой дружной семьей, там, празднуете какое-то вот блюдо, например, такое молдавское готовите. Да, ну, вот, сейчас расскажу. Значит, собираемся мы практически на все дни рождения, а если учитывать, что нас очень много, вот, то дни рождения у нас каждый месяц, иногда бывает по два рождения. Сейчас у меня племянники выросли, у нас свадьбы прошли, вот, и что больше всего любят, это любят молдавскую мамалыгу. Что такое мамалыгу, я расскажу, когда я училась в Воронеже, вот, и я когда сюда в всяком классе приехала, ну, я с детства хорошо готовила и любила, и мама меня, как-то, заставляла, ну, мне нравилось, я больше хочу сказать, что мне больше нравилось. Вот, и что такое мамалыга, это кукуруза, из кукурузной муки, хлеб такой, он режется ниткой, кушается он руками, к нему делается токана, что такое токана, это очень мелко, мелко резанный, вот такими кусочками нужно порезать мясо, пожарить его, потом залить водичкой, мунчику добавить, перчику, соли, вот, это подается как, ну, как соус, что ли, вот, и к нему делается муждей, что такое муждей, это чеснок, это чеснок, но, тут такой секрет, что чеснок обязательно нужно давить, обязательно давить, хорошенько давить, потом его посолить, потом его полить растительным маслом, а потом только залить кипяченой водичкой, получается, как густая чесночная масса, и вот вы, да, и вот вы берете кусочек мамалыги, вот так вот делаете, вот она такой консистенции тоже, вот, и вот макаете в мясо, в муждей, и в брынзу, я уже вам говорила, вот, очень и хорошее сочетание, уже прям с лимкой делается, да, и вот у меня сыну, когда было, ну, вот я не говорю, сколько, ему 20 лет, по-моему, было, вот, ему было 20 лет, и, ну, так как он у меня рано женился, его жена приготовила стол, вот тут собралась, кстати, вот здесь собралась наша семья, они говорят, ну, что ты готовишь-то, да сделай ты мамалыгу, я делала вот в таком казане мамалыгу, вот, и хочу сказать, что молдавская крупа отличается, потому что она идет с какой-то шелухой, и хлеб получается немножко грубоватый, но очень вкусный, а здесь получается как манка, поэтому не так получается, как манка, поэтому нам с Молдавии привозят вот эту крупу. То есть у вас там родственники остались? Нет, у меня там нет никого, но у меня есть друзья, так как я была связана с молдавской диаспорой здесь, вот это у меня, и по, как сказать, знакомых много, друзей, вот, и брат тоже, да, у него, он с Молдавами учился, вот так как мы тут осели, они нам привозят вот это все. Ну вот мы замесили, такое мягкое тесто, теперь нам его нужно вымесить, вот смотрите, сколько осталось муки, на стакан воды, да, на стакан воды, и потихоньку вымешиваем обязательно, вымесить хорошо нужно. Анна Владимировна, скажите, вот вы, поговорите, приехали в каком, сколько вам было лет Воронеж? Ну это я в институте приехала, сколько, 16 лет, я здесь в институте. Почему именно Воронеж? А у меня брат учился, понимаете, мы как, он экзамены сдавал в Кишиневе, по направлению раньше было в Советском Союзе, вот, и он здесь остался, закончил институт, сходил в армию, потом поступил в аспирантуру, вот, так в этом институте и остался. Ну, а так как я была маленькая, вот, мама сказала, вот, поедешь под руководством брата. И приехали в институты, какой институт закончили? Лесотехнические я закончила. Да, но потом я перепрофилировалась в педагоге, вот, и так вот я как-то всю жизнь с детьми, честно говоря. Как же вы попали в нашу систему и к творчеству? Вы знаете, как-то вот года 4, наверное, назад у меня была депрессия, ну, был неприятный момент в жизни, вот, вот, у меня была депрессия, и я не знала, чем заняться. И я это как-то случайно в интернете увидела бумажное лазер, вот. И вы знаете, почему-то как-то вот взялась, и сразу у меня получилось, вот. И сразу стала вязать, и, видимо, это было мое, потому что сразу у меня, где-то это был октябрь, а в декабре у меня уже на раздельственскую выставку, у меня уже было три стола навязанных, то есть вот. И вот какой-то толчок мне это дало, и вот я уже в течение 4-х лет и выставки, и заказывают мне, и, вот. И Ольга Анатольевна, это ДК «Восток», привет передаем Ольге Анатольевне, да, увидела мои работы, и вот, и как раз у нее место освободилось, она говорит, там Владимировна, а Олю я знала, Ольгу Анатольевну, вот, потому что я в школе работала. А, ты же туда пришла маленькой девочкой работать? Да. Вот еще одна девочка наша пришла? Да, у меня сын в ДК ходил, и вообще жили рядом, теперь внуки вот туда ходили, вот. Вот, и она меня попросила, говорит, Анна Владимировна, не хотите ли? А, хочу. И пришла Анна Владимировна к нам в нашу централизованную клубную систему. Мне очень нравится. Да, и нравится наша система, что есть у нас такие руководители с золотыми ручками, не побоюсь этого слова, действительно золотые руки у Анны Владимировны. Необыкновенные выставки она плетет из бумаги, да, то есть такая бумажная лозанга. Если кому интересно, подписывайтесь на Анну Владимировну, смотрите у нее ВК группа, всегда примет, подскажет, расскажет и научит. Приходите, друзья, к ней на занятия. Да, ко мне взрослая женщина приходит, он приводит ребенка, а потом говорит, а можно я позвоню? Ну, давайте. И даже один мастер ко мне приходила, женщина, вот, она занимается объемным декупажем. Вот, мы случайно познакомились, она говорит, можно я приеду? Вот, я ее научила, и она вот в своей выставке уже включала. То есть Анна Владимировна не боится передавать свои умения? Да я поэтому и пошла в клуб, что мне хотелось, уже мне мало было дома, мне надо было кому-то это все передать, понимаете? Понимаем, умница, я вас очень понимаю. Ну и давайте к нашим пирогам. Да, вот смотрите, уже, в принципе, уже не нужна мука, да? Вот смотрите, она уже не липнет к рукам, но это как любое тесто, его надо вымесить. Вот, а теперь это тесто у нас должно отдохнуть. Мы выбираем мисочку, да? На какое количество времени? А вот сейчас пока будем делать творог, заниматься начинкой, и мы приготовим, то есть оно отдохнет все. Ну вот, пока наше тесто отдыхает, мы с вами приготовим начинку. Берем творог, творог можете брать, ну, кто как любит, много, мало, как угодно. Вот, в данном случае, да, в данном случае у нас две пачечки, к сожалению, такого творога я не нашла. Ну, не важно, вот у нас есть такой, какой здесь. Да, значит, мы сюда что добавляем? Мы добавляем сюда, я люблю вот такой лук. Ага, репчатый. Репчатый, мелко-мелко порезанный. Ага, вот мы добавляем лук. Вот. Да, потом добавляем укроп. Укропа, кстати, можно добавлять сколько хотите, он не мешает. Зеленый волочек добавляем. Так, и соль. Соли прямо хорошо. Перца не надо, в данном случае. И хорошенько вот это все мы сейчас вымесим. И приготавливаем еще начинку из картошки. Картошку мы будем с вами брать сырую, чем она-то отличается. Вот, добавляется в нее то же самое. То есть лук, укроп. Ну, это сейчас весной просто есть зеленый лук, а так я вообще-то репчатый люблю. Это я... Экспериментируем. Ну, не экспериментируем, это тот же лук, но просто, понимаете, когда репчатый лук, он дает вкус мяса, вот как бы мяса. А когда зеленый лук, он дает запах именно вот зелени. Кто хочет обмануться, вместо мяса, почувствует вкус мяса, положите много репчатого лука. Да, да, да. Вот, мы с вами вымесили это дело. Вот, смотрите, достаточно густо получилось, соответственно, нужно добавить водички. Обязательно. Иначе потом плацента у нас не размажется. Вот, она нужна, чтобы он размазывался, а не стоял в голове. Мы будем делать два вида плацента, и плоские, и вертуты. Вертуты это закрученные, они называются закрученные, их делают и из добы. Ну, вот, у меня и такие любят тоже. Вот, видите, консистенция получилась достаточно жидкая. А интересно, а сладкие они бывают? Да. Тоже можно. То есть тыквы? Да, нет, я еще соль добавлю. Это самое. А тыква бывает сладкая, у меня любят тоже. И яблоки. Это вот сладкие. Но творог сладкий нет, вы знаете, как-то в Молдавии не особо утром. Мы вот даже вот такой вот творог можно вот на хлеб, со сладким чаем. Очень вкусно. Я иногда делаю такой. В баночку положу. Все. Это у нас готово. Теперь мы сделаем картошку. Сейчас мы будем еще готовить из картошки. Значит, берем начинку. Это у нас сырая картошка. На крупной терке, да? На крупной терке, да. На крупной терке, да, на полном. Вот. Неужели она в тесте пропечется? Она пропечется. Вот, попробуйте. Ну, бежать ее. У нас уж некоторые переживают. За нас. Вон, погода. Поголотьтесь. Не дам вам много. Чтобы никто не переживал. Я говорю, этот вот рецепт очень экономичный. Понимаете? Это можно с сейчас лишних вот этих условий, когда у людей с финансовой, как бы, да, страна не очень. Вот тут, вот, уж картошка. Картошка, говорю. Уж картошка есть. Не знаю, как по-молдовски. Картошка. Картофля. 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 Мы сегодня говорим по-молдовски есть у всех. Зеленый лук, укроп тоже в Гаранде найдется. Смотрите. Смотрите, теперь мы выжимаем. Выжимаем. Солота. Картошка. Ну, ладно, я песню сейчас такой жестко. Мы даже не сомневаемся, что у нас все получится. С таких волшебных золотых ручками не может ничего не помнить. Так, что делаем, Дарья? Вот мы это все собираем. Угу. 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 Так, а теперь мы опять сюда добавляем укроп. Теперь весь укроп и чуть-чуть лука. Ну, правда, не люблю я в плацентах зеленого лука. Вы не моложите, раз не моложите. Угу. Вот. Я люблю, вот если зеленый лук, то обязательно там я яичко. Но это уже такие пироги другие совсем. Русские. Да. С яйцом зеленым луком. Да, да. С рисиком можно. Вот. луком. А вот эти именно я люблю вот с таким луком. У нас еще вареники делают очень вкусные. вареники. Мы никогда не ели вареники с соленым творогом и с жареными... шкварками. Очень вкусно. Это даже в голове не сочетается. Очень вкусно. Так, вот и все. Значит, вот у нас две начинки. Так, достаем тесто. Отдохнувшее. Отдохнувшее. Ага. Так, и мы его сейчас растели. Смотрите, вот я в некоторых случаях, я в некоторых смотрю, в некоторых интернетах тоже делаю плаценты. Я смотрю, они очень мноют. Я, например, не сторонник мять несколько раз. Ну, не знаю почему. Вот я уже пробовала. Да, я пробовала. Откуда у нее такое название интересное? Не смотрели, никто не рассказывал. Ему не подготовится. Что же, откуда? Друзья, может быть, кто-то знает? Напишите нам. Ну, надо посмотреть в принципе-то. Никто это и не думал. Не задумывались никогда. Вот есть такое молдавское блюдо? Да, откуда оно, откуда такое интересное? Вот, например, еще есть такое блюдо, знаете, называется «Турт и кумак». Это блюдо крестьян. То есть брали тоже тресное тесто на воде. Вот. И на плиту, знаете, вот плита. Просто делали блинчик, клали. Вот. Он жарился. Тресное абсолютно тесто. Вот. И очень много мака раньше было в Молдавии. Даже я вот заставила у бабушки очень много мака. Везде. Во всем. Вот. И есть такая макетра и макагон. Это такое блюдо. Блюдо такое и такой пестик. Да. И вот этот мак вот так его распаривают и он дает молоко. И вот в это молоко ломают вот эти вот пирожки. Как их? Вот. И они напитываются маковым молочком. Угу. Очень вкусно. Но сейчас это все делают уже со сдобными. И яйцо добавляют, и кефир добавляют. И это уже не тот тортик и мак. Точно так, как пицца. Это ж еда бедняков. Правильно? Да. Мы тоже уже слышали. Да. Поэтому вот этот тортик и мак. Так. Вот приступим. Теперь у нас одохнувшее тесто. Ага. Вот мы его разделили с вами. Да? Теперь мы знаем сколько у нас получится этих пирогов. Ага. И теперь раскладываем максимально. Угу. Сейчас Анна Владимировна будет учварить какие чудеса с тестом. Вот эти волшебные ручки. Ну, знаете, как многие смазывают маслом. Но я еще раз говорю. У меня это вот отработанное. И я стала больше как бы не смотреть. Раз получая. Своё поверенное. Времени в лице. Правильно. Я пробовала. Вот и так. И так. У каждого своё. Как-то вот. Знаете. Ну да. Уже привыкли. Уже на работу. На что экспериментировать. Если это получается хорошо и здорово. Да. И вот теперь что-то сейчас будет происходить волшебно. Что-то в наши в пиццериях крутили тесто. Тут. Сейчас будут его растягивать, тянуть во все стороны. И вот сами волшебными ручками что-то там приговаривая, колдуя. Да. Что-то там пришептывая. Или даже, знаете, вот я представляю ваши молдовские песни. То есть вот тянут и поют. Ну, я могу спеть. Ну, мы будем только рады, если вы еще нам испоете. Сейчас прям. Ну, смотрите сами, как вам удобнее будет. Сейчас или потом, когда подадите нам готовые, испеченные плаценты наши. Давайте потом. Угу. Вот видите, хорошо, удачно все растягивается. Еще раз повторю, что даже если получается дырочка, ничего страшного. Угу. Она потом перекроется. То есть такое тесто тоненькое, тоненькое, тоненькое. Да. Да. Оно тоненькое, тоненькое. И вот оно даже не мнется, а вот. Вот. И я говорю, это зависит от муки. Потому что, я говорю, когда берешь муку без клейковины, там пишут высший сок, но клейковины, допустим, нету. Понимаете? Я тогда вот мучение получается. Вот эту простыню. Угу. Вот видите, получились дырочки. Ничего страшного. Они сейчас перекроются. Такая ажурная салфетка у нас получилась. Да. И тут ручки свои, с любовью, да? Ошебство свое, конечно. Вот, смотрите. Раз. Теперь берем начиночку творожную. Растягиваем так красиво. Рецепт проверенный временем, поэтому тут все получится. Конечно. Все удастся. Это мы по какой форме сейчас? Это квадратные. Квадратные. Ну, они квадратные, они прямоугольные. Они очень быстро жарятся Я думаю, наверное, Восток часто пробует вкусности молдовских Да нет, еще не пробовали Все никак не получается Друзья, мы вас опередили Мы вам расскажем, как это было вкусно Вот у нас плацинта с вами есть Так, сейчас сделаем с картошкой Да, ну вот это вертута Вот сейчас давайте еще это сделаем Покажем, как она делается Тут такое прям загадочное изготовление, волшебное Крути-верти Потом мы сручем А потом я допеку брату А их можно вместо хлеба, знаете, например Они очень сытные Ну, естественно, они масло жарятся Очень сытные Место хлеба нужно На завтрак? Да Они холодные, вкусные, не обязательно горячие Горячие тоже вкусные Но вот я детям делаю, они холодные Как часто вы своих детей балуете? Ой, вы знаете, раньше часто Раньше очень часто А сейчас только по праздникам они просят Например, там мама Ну так как мама занятая Мама занятая, мама работает Но мама помимо, как я знаю, что помимо работы в культурно-досуговом центре Восток Может и такое случится Еще и занимается общественной такой бурной большой деятельностью Поэтому некогда То есть есть и диаспоры В которых вы тоже принимаете участие Не, ну сейчас как-то больше отошла Но раньше очень активно я участвовала Вот там-то мы все и как бы познакомились И поэтому мы держим сейчас связь И мы друг другу помогаем Как бы, во мне, скажем, молдавского больше, чем русского Вот, я очень тоскую папу умер у меня Я с ним только могла разговаривать Петь песни У меня папа песни Его, кстати, в Кишиневе записывали Он очень много старых песен знал Ну я тоже их знаю, но уже начала забывать Надо практиковать Да надо, вот надо А то внукам нечего передать Нет, внуки у меня пели Вот, отче наш по-молдавски я их получила Вот, так Значит, сейчас мы будем делать вертуту с вами Вот делается, она еще из дрожжевого теста Но она и тут пропекается и хорошо получается Сначала принцип тот же Мажем маслом Вот, и здесь, что хорошо, здесь растянешь так, как тебе надо Видите, я все равно растяну так, как мне надо Так, и вот не захочет, заставим Вот почему мы воду добавляли Иначе, если будет катышками, оно будет хорошо Не растянется Здесь равномерно по всей растягиваем Начинку по всей поверхности Если там мы серединку положили Так, рулетиком сворачиваем Так, рулетиком И так, как это вертута, слово вертеть, да? Вот мы теперь заворачиваем Вот так вот завернем Делаем вот такую колбаску И так, чтобы она вся Вот такая получается у нас еще колбаска Вот два вида, которые вы можете тоже попробовать, дорогие друзья Пишите нам в комментариях, получилось у вас или нет С картошкой теперь сделаем хотя бы одну Давайте квадратную сделаем с картошкой И будем приступить к жарению Чтобы вы убедились, что с картошкой сырой тоже вкусно И что она прожаривается Мы не сомневаемся, что это вкусно Прожарится олив, сырая картошка Да, кстати, и вареники мы не делаем с сырой картошкой Сделаем тоже, да Тогда жарят лук И когда он перестает шипеть, добавляют чеснок Это очень вкусно Но вареники по размеру такие же маленькие? Нет, вареники молдавские Это знаете, какие? Вот так вот берется большой лист, раскатывается И режется вот так вот И так Получаются вот такие ромбы И вот их скрепляют И получаются очень большие хвостики Вот такой получается Ну потому что дети очень любят именно вот это тесто кушать Ну они же это отличается Тоже, например, варится как? В воде В воде То есть не расваливаются И дети любят Вот я маленькая думаю, мне больше нравилось тесто именно Оно пропитывается вот этими маслом Чесноком Вот И очень вкусно Облюдать, конечно, очень интересно Как вы тут все делаете Но повторить даже не прошусь Мне не получится Ну попробуйте Почему? Тесто хорошее Очень хорошо замесилось тесто Вы зря думаете, что не получится Не знаю, мне кажется, сейчас такой же вопрос Разорвется все Ну конечно, мы делаем годами уже Это все Конечно Поэтому То есть как бы перебирает и чуть-чуть растягивает Перебирает и чуть-чуть растягивает Чтобы краешки Да, но они будут, когда они пожарятся, они жесткие будут Поэтому видите, каждый краешек Серединка, ее вот так можно растянуть Видите, на руках А краешки не получится Все больше и больше растягивается Так, ну и тот же у нас вариант Так, делала я и треугольные Ну, не мое, честно скажу Ну, зачем экспериментируйте, если есть, опять же проверенные Формы и способы его приготовить И заворачиваю тоже по-разному Можно даже цветочком завернуть Но, опять же, я, например, так не люблю Иногда не прожаривается Иногда Но это тоже надо, знаете, как-то приспособить Угу Ну, у меня как молочина, так и едет Так, красиво Так, в принципе, можно не обрезаться Ну, можно не обрезать, но оно просто жесткое начало Вот и все Ну, пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, я хочу напомнить, что мы сегодня были в гостях у Анны Владимировны Гуровой Руководителя Кружка Клуба Восток Правильно я говорю И напоминаю, что у нас с вами рубрика «Рецепт от шефа» Онлайн-марафон централизованной клубной системы продолжается Друзья, сегодня мы готовили национальное молдовское блюдо Давайте еще раз напомним, расскажем, что это было Плацента Пироги, молдавские пироги Вот, это два вида С творогом и с картошкой И вот сделаны как вертуты Угу, то есть это в форме таких Форме, да То есть мы их заворачивали, как называется, вертуты Ну а здесь такая плоская ровная форма И чтобы показать вам, значит, вот В разрезе, что здесь получилось И здесь тоже самое Вот что получается То есть, похоже, что-то можно сравнить Запах необыкновенно вкусный Можно это сравнить, ну, наверное, ближе, ближе Чтобы было понятно Это хачапури, да? Можно, наверное Да, как хачапури Да, да Так что, дорогие друзья Рекомендую использовать рецепт Анны Владимировны Получилось очень вкусно Анна Владимировна, у нас все получилось? Вы довольны? Все получилось, да Сейчас попробую Сейчас Запах уже необыкновенный вкусный Я думаю, что у нас все получилось Давайте нашим телезрителям пожелаем что-то от прощания Скажем несколько добрых слов Ну, я желаю всем, во-первых, здоровья Во-вторых, хорошей пищи, здоровой И успехов, наверное, во всех начинаниях И в кулинарных тоже И я вам желаю дальнейших творческих успехов Такой большой вашей дружной семье Всех вам благ Многие лета Вот был праздник замечательный Троица Я вас всех поздравляю Добра Тепла И главное здоровье Главное здоровье Нашим семьям Ну, естественно, благополучия Друзья, я напоминаю, что с вами была рубрика Рецепт от шефа Я Наталья Боева Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...